МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру, в студии Елена Шевкунова о главных событиях в Кургане области. В ближайшие полчаса расскажем я и мои коллеги. Коротко о главном. Выборы губернатора Алексей Кокорин выступил с просьбой оказать содействие своим оппонентам. Итоги визита курганские политики и бизнесмены поделились впечатлениями от поездки в Крым. Подготовка к зиме. 10 июля отопительная система Кургана готова наполовину. 10 июля Алексей Кокорин привел избирательную комиссию Курганской области, чтобы принять участие в ее заседании и зарегистрироваться в качестве кандидата на пост губернатора региона. Но в ходе визита он изменил свое решение. Подробности в нашем сюжете. В ходе предварительной встречи с председателем избирательной комиссии Светланой Гулькевич Алексей Кокорин попросил отложить регистрацию его кандидатуры и объяснил журналистам, для чего он это сделал. К сожалению, на мой взгляд, из-за неорганизации в других партиях идет слабое прохождение муниципального фильтра. Мы считаем, что выборы должны быть достойны, легитимны, честны, абсолютно прозрачны и одинаково конкурентно способны. Поэтому приняли решение сегодня приостановить регистрацию до определенного периода, для того, чтобы у других партий была возможность пройти качественный муниципальный фильтр. Алексей Кокорин пояснил, что 10 числа была обозначена дата регистрации его и еще трех человек в состав Совета Федерации, но, согласно закону, еще есть время до 17 июля. Он решил не только отказаться от любого, пусть даже минимального преимущества в электоральной гонке, но и обратился к главам муниципальных образований с просьбой оказать содействие кандидатам других партий, которые будут на выборах оппонентами. У нас остается до 17-го числа время. Я обратился сейчас к коллегам, главам районов, для того, чтобы они оказались содействие в прохождении муниципального фильтра для других партий, для того, чтобы мы стартанули в одинаково равных позициях. Председатель избиркома пояснила, что 9 июля состоялось заседание, в ходе которого рабочая группа огласила результаты проверки листов поддержки кандидата на должность губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Светлана Гулькевич рассказала и о муниципальном фильтре. Ну, это новая норма, поэтому для нас она несколько действительно необычная. И для тех претендентов, которые сегодня у нас участвуют в выборной кампании, для них это, конечно, по-новому. И одно дело у избирателей подписи, а другое дело у депутатов, представительных органов видения другое. Светлана Гулькевич также пояснила, что, несмотря на нововведение, избирательная комиссия не видит трудностей в прохождении муниципального фильтра кандидатами. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Вячеслав Шевчук, информационное агентство Курганру. 2 и 3 июля делегация Курганской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Кокориным посетила Крым, где провела ряд рабочих встреч. О том, какие впечатления остались у участников от визита и в каких сферах наши регионы будут сотрудничать, говорили на круглом столе представители власти и бизнеса за Уральем. На встрече присутствовали директор Департамента экономического развития торговли и труда Курганской области Сергей Пугин и вице-губернатор Зауралия по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Игорь Ксенофонтов. От представителей бизнеса в пресс-конференции принял участие курганский предприниматель Игорь Потютьков. По их словам, поездка прошла отлично. Как сообщил Сергей Пугин, крымских коллег заинтересовала продукция, получаемая после переработки зауральского зерна. Также власти планируют поставлять в Крым автобусы, продукцию Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования и многое другое. Крым, естественно, нам предложил свои курорты, санатории. На самом деле красиво и впечатляет, особенно когда едешь по побережью. Мы из Севастополя, в Симферополь возвращались как раз через Артек. Ну, очень благодатная природа, действительно очень хочется туда поехать. К сожалению, сейчас возникает вопрос транспортной доступности. Игорь Потютьков поделился своими впечатлениями от лагеря Артек и заметил, что благодаря подписанным соглашениям сейчас у зауральского бизнеса есть большие шансы на то, что продукты и товары нашего региона станут востребованы в Крыму. Как бизнесмен мне было просто интересно вообще посетить Крым и увидеть своими глазами, что на самом деле там происходит. Разочарования от визита я не получил. То есть, как было сказано, что один позитив, потому как дружелюбный народ, живущий на острове, очень широко раскрытый душой, восприняли никакого такого негативного восприятия со стороны населения, живущего на территории Крыма, мы не получили. По словам Игоря Ксенофонтова, этот визит очень важен с политической точки зрения, так как наша область одной из первых установила дружеские экономические связи с Флоуостровом. Переход из одной страны в другую влечет за собой смену законодательства, налогообложения и всех нормативных баз. Со своей стороны мы протягиваем Крыму руку помощи, добавил вице-губернатор. Очень страшно то, что там буквально в 500 километрах реально идет война, боевые действия. В отличие от этого, в России, в Крыму абсолютно спокойно. Это самое главное. То есть ценность человеческой жизни и просто безопасность. Это превышает любые экономические издержки, потери и все остальное. В завершении разговора участники пресс-конференции не исключили возможности того, что крымская делегация приедет в Курган с ответным визитом. Но когда это будет, пока неизвестно. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру. В Кургане продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает городской департамент жилищно-коммунального хозяйства, на 10 июля объекты соцсферы готовы к приему тепла примерно наполовину. На заседании штаба по подготовке к отопительному сезону особое внимание было уделено к встрече холодов тех объектов, собственники которых выбрали непосредственное управление домом или не определились со способом управления. За прошедшую неделю специалисты жилищной политики провели разъяснительную работу с жильцами почти 50 домов, встретились со старшими по домам, напомнили им о необходимости проведения промывки и опрессовки, а также расклеили объявления на подъездах с контактами организации, выполняющих данные виды работ. Хотел бы обратиться еще к жителям многоквартирных домов, которые выбрали способ непосредственного управления, а также жителей частного сектора, которые подключены от центрального источника теплоснабжения, о том, что необходимо собственникам провести эти регламентные мероприятия по подготовке внутри домовых систем отопления к готовности и предъявить их тепловым сетям. Андрей Жижин рекомендовал управкомпаниям ускорить темпы работ, а также напомнил им, что готовить к зиме нужно не только внутридомовые системы отопления. Также необходимо утеплять входные двери подъездов, остеклять места общего пользования, проверять кровли и чердаки. В ходе гидравлического испытания у нас, у Курганской генеральной компании появились дополнительные работы, которые не запланированы. И пришлось проводить дополнительную работу по перекладке тепловых сетей на улице Коли Меготина, на Максима Горького, на Кирова. Ну, еще раз говорю, силами тепловых сетей данные работы выполняются. И мы надеемся, что даже если какое-то отставание от графика будет, то оно будет незначительным. Подводя итоги встречи, участникам заседания было напомнено, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дождливыми. Коммунальщикам было рекомендовано рассчитать силы и средства так, чтобы непогода не стала причиной отставания от графика. Михаил Белокрылов, Елена Шавкунова, Светлана Пестерева. Информационное агентство Курган.ру. О чем пишут интернет-СМИ, узнать из рубрики «Печатный вестник». Курганская область успешно представлена на Шанхайском экономическом форуме, пишет официальный сайт правительства региона. Как сообщил заместитель губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Игорь Ксенофонтов, с приветственным словом и презентацией выступил генеральный директор компании «ГИС Интернешнл» Евгений Гершман. Группа компании «ГИС» владеет активом в Курганской области, шадринским заводом железнобетонных изделий и металлоконструкций. На Шанхайском экономическом форуме были презентованы 4 проекта, ранее одобренных деловым клубом «ШОС» в Москве. Строительство транспортно-логистического центра, животноводческих комплексов, автосборочное производство и индустриальные парки Кургана и Шадринска. В ходе работы форума достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с китайским бизнесом по размещению производства в Зауралье. Веб-версии областной газеты «Новый мир» пишет, Зауралье получат субвенции на выплату единовременных пособий при устройстве в семью детей. Это станет возможным после подписания соглашения между правительством Курганской области и Миноборнауки России. Пособия получат семьи, принявшие в общей сложности 745 детей, лишенных родительского попечения. Ранее аналогичное соглашение заключалось с Главным управлением образования региона, а в этом году оно впервые будет подписано с правительством области. Зауралью в результате подписания данного документа из федерального бюджета в 2014 году выделят в качестве субвенции более 16 миллионов рублей. Величина одного пособия с учетом районного коэффициента составит 15 803 рубля. К слову, в прошлом году такие пособия получили 396 семей, которые взяли на воспитание 566 ребят. Чеменские врачи пригласили нейрохирурга Центра Элизарова Сергея Люлина для проведения уникальной операции на позвоночнике. Читаем на сайте газеты «Курганы-курганцы». Врачи в буквальном смысле поставили молодую пациентку на ноги. Девушка полгода назад получила травму позвоночника в результате падения с высоты. В результате грубой деформации из давления спинного мозга пациентка не могла самостоятельно передвигаться. Были выявлены нарушения функций тазобедренных органов. После сложной операции, которую провел курганский нейрохирург, врачи дают самые обнадеживающие прогнозы для дальнейшего выздоровления девушки. В рамках экстренного визита курганского врача к тюменским коллегам также прошло обсуждение возможности создания межрегиональной службы политравмы. Это особенно актуально в связи с участившимся автомобильным травматизмом на федеральных трассах. В кургане ливень стал причиной множественных аварий, как дорожных, так и коммунальных. В нескольких районах города тротуары и дороги оказались полностью в воде. Автомобили застревали и глохли, а пешеходы с трудом пробирались через огромные лужи. Ливень начался накануне вечером. Ввиду сильных дождей вышли из строя светофоры на улицах Ленина и машиностроителей применялось ручное регулирование дорожного движения. Больше всего перемена погоды была заметна на улицах Станционная, Красина, Колемиготина, Кирово. Центральные дороги города оказались полностью затоплены. Одна из пострадавших Ульяна Енина рассказала, ее машина заглохла на улице Красина. Девушке никто не смог помочь. Собственными силами ей пришлось толкать автомобиль на обочину. Ехали, торопились на вокзал, у меня дети торопились на поезд, поехали отдыхать. И в самую попали гущу, встречный проехал пазик маршрутный, обдала машину большой водой, машина сразу же заглохла. Заглохла, еще справа машина стояла, то есть большая пробка была ливень рекой. Последствия стихии сказались не только на уличном движении. В нашу редакцию поступили многочисленные сообщения от жителей города о коммунальных авариях, затопленных подъездах и протекающих крышах. Многие горожане не смогли выбраться из домов из-за воды во дворах. Департамент ЖКХ и строительства администрации города утром 10 июля уведомил управляющие компании областного центра о необходимости принятия мер по проверке ливневых стоков в многоквартирных домах. Гражданам, проживающим в частном секторе, также была оказана помощь. Туда была направлена водооткачивающая техника. Как рассказал руководитель администрации города Кургана Александр Якушев, была организована откачка и прочистка ливневой канализации. Елена Валиева, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру». Водитель скорой помощи, 28-летний житель Притобольного района, обвиняется в незаконном хранении и изготовлении психотропных веществ в крупном размере. Как сообщает пресс-служба следственного подразделения УФСБ России по Курганской области, мужчина признался, что употребляет наркотики со старших классов школы. Сначала это была марихуана, в последние годы амфетамин. Покупать их ему казалось дорого. Он нашел в интернете рецепт изготовления психостимулятора в домашних условиях. Закупив реагенты и специальную посуду, водитель скорой оборудовал настоящую подпольную лабораторию в гараже собственного дома. В июне этого года, когда он в очередной раз смешивал химикаты, в дом неожиданно нагрянул спецназ и изъял партию уже готового наркотика, общая масса которого составила 32,5 грамма. По делу ведется следствие, обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы. Правительство России включило в список наркотиков 16 новых веществ. Регулярное употребление этих курительных смесей вызывает в человеческом организме необратимые изменения, а также психическую и физическую зависимость. Список запрещенных веществ пополняется постоянно. Только за прошедший год сотрудники Управления наркоконтроля по Курганской области выявили 11 новых видов веществ. А накануне курганские полицейские уничтожили 65-ю по счету партию. Общая масса наркотиков составила 2 грамма. Причем большую часть из них составили так называемые спайсы. Из 53 уголовных дел в качестве вещественных доказательств они проходили в более чем по 40. Уголовная ответственность за оборот таких веществ наступает, если масса составляет всего десятые или даже сотые грамма. За преступную деятельность, связанную с незаконным хранением избыток наркотиков, осуждены молодые люди, возраст которых составляет от 20 до 40 лет, сообщили в пресс-службе регионального наркоконтроля. Судебные приставы Курганской области разыскивают взлостных неплательщиков алиментов и обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. Предоставив информацию, вы поможете не только работе приставов, но и детям, которых родители оставили без поддержки. Управление службы судебных приставов по Курганской области обращается к жителям Зауралья о помощи в розыске граждан, должников по алиментным обязательствам. Лоскутникова Наталья Александровна, 1974 года рождения. Жительница города Куртомыша. Задолженность по алиментам составляет более 320 тысяч рублей. Ручьёв Эдуард Вадимович, 79 года рождения. Уроженец города Куртомыша. Последнеизвестное место жительства – город Челябинск. Задолженность по алиментам составляет более 320 тысяч рублей. Каленбах Алексей Владимирович, 73 года рождения. Уроженец города Челябинска. Последнеизвестное место жительства – село Купай Мишкинского района Курганской области. По алиментам он задолжал более 334 тысяч рублей. На сайте в разделе «Розыск» размещены фотографии и информация о 68 разыскиваемых гражданах. Если вы знаете об их местонахождении, сотрудники службы судебных приставов просят сообщить информацию по телефону отдела 2-15-05, код город за 35-249, либо по номеру 8-905-852-65-86. В современном мире, когда информация доступна буквально каждому и ее объем велик, достаточно сложно определиться с выбором. Именно поэтому в Курганском перинатальном центре все чаще проводят дни открытых дверей, на которых квалифицированные специалисты отвечают на вопросы будущих мам. Женщина всегда волнуется, где и как появится на свет ее малыш, что будет окружать мать и ребенка в первые минуты их совместной жизни. Об этом в перинатальном центре знают не понаслышке. Поэтому одним из принципов работы является открытость и доступность информации. На протяжении всей деятельности в медучреждении ведется адресная помощь беременным. Врачи традиционно устраивают для них экскурсии и проводят разъясняющие беседы. Александра готовится стать мамой двойни. Малыши должны появиться на свет уже в конце июля. Будущая мама говорит, что на дне открытых дверей она еще раз убедилась в своем выборе. Мне хотелось бы больше информации узнать про родовое отделение послеродовое отделение. Такие центры нам нужны, конечно. Весь спектр услуг оказывает в других странах. Очень много таких центров. И поэтому нам надо знать, куда мы можем обратиться. В ходе встречи для беременных была проведена экскурсия. Будущие мамы побывали в родовом и послеродовом отделениях. Врач-акушер Алена Гиршева рассказала о специализированном оборудовании, которое установлено во всех десяти родовых. Они оснащены кроватью, трансформером, приборами, отвечающими за состояние здоровья матери и малыша, вспомогательными предметами, а также отдельной душевой комнатой. Врач остановилась подробно и на партнерских родах. Партнером может выступать не только супруг. Были случаи, когда им была подруга или мама роженицы. Да, я считаю, что это поможет в преддверии предстоящего успокоиться, понять, что ожидает впереди, ну и более спокойно подойти к этому моменту. После экскурсии у будущих мам была возможность пообщаться со специалистами центра. Так жительница Кургана Татьяна Мещерякова задала вопрос, интересующий многих беременных. В ходе беседы беременным также рассказали о правильном питании, грудном вскармливании и уходом за новорожденными. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру. День рыбака в России с 1980 года традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Между тем, защитники прав животных выступили с инициативой вообще запретить ловлю рыбы в нашей стране. Смогут ли курганцы отказаться от рыбалки, узнала Анна Гаврилова. На сегодняшний день рыболовство включает в себя не только вылов из рек и морей рыбы, но и других животных водной стихии. Это стало отдельной отраслью промышленности, которая является одной из ведущих для многих стран. Лов рыбы, в частности, производится с целью использования ее в питании, а также для получения рыбьего жира. Защитники прав животных ввели день действий против рыбной ловли. Эта экологическая дата приурочена ко дню рыбака с 2003 года. Противники рыбалки появились не просто так. Вылов рыбы и морских обитателей, а также загрязнение морей и океанов нефтепродуктами может в конечном итоге привести к снижению или вымиранию популяции многих видов рыб и морских млекопитающих. О своем отношении к отмене рыбалки нам рассказали жители Кургана. У людей не будет фосфора. На рыбалке же люди отдыхают, вроде как и отдохнет человек, и вроде бы и здоровье есть, и все. Я считаю, что обязательно рыбалить нужно, потому что это отдых, это спокойствие, это вообще, я считаю, отдушина для многих, и не только для мужчин, для женщин. Я вообще-то не рыбак, но люди любят отдыхать, любят природу. Зачем так запрещать, я не знаю. Рыбалка – это хорошо. С друзьями же надо время проводить. Ну, я как бы против только рыбалки, на электроудочке динамит запрещенную, что так, а так-то на удочке, почему бы и нет. Сам рыбак, не вижу смысла жизни без рыбалки. Анна Гаврилова, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру. 11 июля сладкоежки всего мира отмечают День шоколада. Как вкуснее всего приготовить такое лакомство, узнавала Елена Валиева. В самый сладкий день в году мы побывали в гостях у шоколадной феи Елены Москаленко. Мастерица показала нам, как приготовить шоколадные трюфели. Для этого понадобился молочный и горький шоколад в калетах, сливки не менее 33% и сливочное масло. Для приготовления шоколадного крема, который специалисты называют ганаш, сначала нужно подогреть сливки до 85 градусов. Вообще шоколад не любит очень высокие температуры. Конечная температура шоколада это 32-30 градусов. Теперь берем наш шоколад, высыпаем его в миску и заливаем нашими горячими сливками. Затем все аккуратно перемешиваем. В итоге должна получиться однородная масса. Для сливочного вкуса Елена решила добавить в ганаш немного масла. Что интересно, ганаш должен блестеть всегда. Если он не блестит, значит он не получился. Теперь убираем ганаш в холодильник и ждем, пока он загустеет. Наш ганаш созрел, мы достали его из холодильника и начинаем катать шарики. Готовый крем похож на пластилин. Из него можно слепить все, что угодно. Теперь мы убираем наши конфетки в холодильник минут на 10-15. Пока застывает начинка, можно сделать темперирование шоколада для оболочки. Для этого нужно растопить темный шоколад в микроволновке до 45 градусов. Вообще шоколад есть, знаете, как меряют интересный шоколад. Температура они вот сюда вот под губу вот так вот берут. И вот тут меряют температуру. Горячий, недостаточный или горячий. Затем мы добавляем в получившуюся массу измельченный горький шоколад. Эта процедура делается для того, чтобы трюфели были хрустящие. Теперь на готовый ганаш нужно нанести получившуюся массу и поставить конфеты в холодильник на 10 минут. Наши трюфели застыли, теперь их можно украсить и приступать к угощению. Елена Валиева, Никита Мухин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане на летней площадке «Нескучный сад» состоялся вечер лирической поэзии, на котором курганская поэтесса Елена Бердникова представила свой новый сборник «Светлая материя». Солнцестояние. Именно так назвала Елена Бердникова поэтический вечер презентацию своего нового сборника. По словам автора, эта книга прежде всего о материи, которая соприкасается с человеческой природой, тесно связанной с Богом. Конечно, стихи – это не доказательство какого-то научного или теологического тезиса. Но когда я посмотрела на многое написанное, мне показалось, что складывается именно такая книга. Руководитель клуба поэтическая горница Светлана Никитина считает, что ее стихи, представленные в этой книге, производит впечатление ничуть не меньшее, чем ее предыдущее творчество. В Кургане таких людей, как Лена, я думаю, очень немного. Таких думающих, таких целеустремленных, таких интересных, ну и добавляю еще раз умных. Как считает автор сборника, будущее принадлежит русско-сибирской культуре. И в Кургане есть люди, которые могут внести свой вклад. Заведующая сектором по работе со СМИ библиотеки имени Югова Анастасия Русина подчеркнула, что в рамках проекта «Нескучный сад» проводятся, кроме поэтического чтения, самые разные мероприятия. Разумеется, мы планируем приглашать на свои мероприятия известных поэтов. Это могут быть и Курганские, члены наших клубов, поэтическая горница, студии Викторов Потанина. Мы совершенно открыты к сотрудничеству, но Елена была первой, кто изъявил желание почитать у нас. И мы очень ждем, что к нам обратятся другие поэты. Мы с радостью дадим им эту возможность. В скором времени, как сообщила Елена, выйдет в свет новое ее произведение о Русской Азии и Заурале под названием «Азийский лук». Елена Шавкунова, Владимир Плотников, Никита Мухин, информационное агентство Курганру. Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Также в субботу, 12 июля, в эфир выйдет очередной выпуск аналитической программы Михаила Белокрылова «Точка зрения». Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных! Супермаркеты ДНС в Кургане расширяют ассортимент. И только с 7 по 20 июля. Скидки до 40% на всю малую бытовую технику. Так, мультиварка с электронным управлением всего за 1490 рублей. Компактный фен Скарлетт с двумя режимами скорости всего за 250 рублей. Миксер Бош с 5 переключаемыми скоростями всего за 1490 рублей. 4 цифровых супермаркета в городе Кургане. Подробности на dnsdefizshop.ru Общественное движение «Весна» и футбольный клуб «Зенит» представляют. 11-й чемпионат Курганской области по дворовому футболу стартовал. Кто станет фаворитом? Кому достанется главный трофей турнира? Чье имя войдет в историю? Покажет только игра. Генеральный партнер турнира оператор сотовой связи «Мотив». Окно ставит хорошо фирма «Люкс Монтаж». Лоджии стеклит легко, может, весь этаж. Радует людей ценой работь о ганаш. Не забудьте позвонить в фирму «Люкс Монтаж». Внимание! В «Аквилоне» новая коллекция солнцезащитных очков. Цены от 300 рублей. Салон оптики «Аквилон». Кирова 79. Насекомые не дают покоя. Представляем москитную сетку для дверных проемов. Сетка на магнитах обеспечивает надежную защиту от всех видов насекомых. Преимущество – простой и быстрый монтаж, удобство в эксплуатации, свободный доступ в помещение для домашних животных. Всего за 749 рублей одна сетка или две москитные сетки за 1299 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер «Сателлайт». Системы видеонаблюдения. Много задач – одно решение. Лето в квадрате. Зауральский курьер в 40 тысяч объявлений за 100 рублей. Подавай на точках приема рекламы. А можно увидеть радугу зимой? Ее можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 55 00 29. Я тоже хочу жить в радуге. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Мечтаете приобрести качественное жилье по доступной цене? Компания «Курган Сельстрой» предлагает квартиры в жилом комплексе «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Очередной дом сдается в июле 2014 года. Свою мечту – осуществи квартиру в «Радуге купи». Телефон отдела продаж 55 00 29. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу над Зауральем продолжит кружить циклон, обеспечивая регион проливными дождями с температурным режимом на 5-7 градусов ниже климатической нормы. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске от плюс 13 до 16. Временами дожди. В Кургане облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха плюс 9-11. Днем в Кургане облачно. Временами дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18. Атмосферное давление будет падать. 12 июля солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Супермаркеты ДНС в Кургане расширяют ассортимент. И только с 7 по 20 июля. Скидки до 40% на всю малую бытовую технику. Так, мультиварка с электронным управлением всего за 1490 рублей. Компактный фен Скарлет с двумя режимами скорости всего за 250 рублей. Миксер Бош с пятью переключаемыми скоростями всего за 1490 рублей. Четыре цифровых супермаркета в городе Кургане. Подробности на dnsdefyshop.ru Компактный фен Скарлет Компактный фен Скарлет Компактный фен Скарлет к утре Компактный фен Скарлет завод Компактный фен Rs. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова